Реализация республиканской программы по выращиванию мини-садов интенсивного типа на территории личных подсобных хозяйств нашей республики стала возможной по инициативе главы региона Рашида Тимрезова. И несмотря на то, что первые саженцы были высажены лишь в прошлом году, новоиспечённые садоводы радуются результатам уже сейчас. Сын пришёл, говорит, папа, вот такая программа, я из государства создал такую программу. Кто это придумал, спасибо ему, дай Бог ему здоровья. Это всё равно как помощь народу. Будем трудиться. В этом мини-саду в Ногайском районе покупка саженцев и установка капельной системы орошения была осуществлена из бюджета республики. А это более 400 тысяч рублей. Хозяевам лишь нужно было установить резервуар для воды. Всё дальнейшее сопровождение также предусмотрено проектом, поэтому они всегда могут рассчитывать на помощь. Будут они подсказывать, что нам делать. По их диктовке мы будем работать. Если не знаем, мы будем звонить, спрашивать, какими химикатами обрабатывать, какие лекарства. Для Карачаева-Черкесии выращивание садов – это возрождение традиционной для республики отрасли садоводства. Однако теперь это направление развивается по самым современным технологиям, что не могло не заинтересовать соседние регионы. Республику посетила делегация Северной Осетии, представители которой отметили – такого опыта в их регионе нет. Мини-сады у нас не развиты. Мы начали заниматься пока теплицами небольшими. И два года этим занимаемся. За два года у нас почти три гектара теплиц сделано уже, вот таких небольших. От 4 до 6 соток, 4 600 квадратов. И вот сейчас хотим ещё заняться мини-садами. Имея большой опыт в обустройстве мини-садов, наша рабочая группа, которую возглавлял министр сельского хозяйства Карачаева-Черкесии Анзор Баташев, отметили самые важные моменты, на которые им стоит обратить внимание. Когда будете выбирать район, надо будет, чтобы специалисты вам подсказали, какие деревья вам необходимо использовать, чтобы личные подсобные хозяйства могли рассчитывать на максимальную урожайность и, как говорится, поменьше проблем, чтобы у них было. Гости высоко оценили и сам проект, и его состояние на сегодняшний день. Мы знали, что по этой программе у вас уже работает не первый год, поэтому мы решили приехать, чтобы наши коллеги, ваше министерство, вице-премьер поделились с нами опытом. Мы работаем очень плотно. В это хозяйство наглядно видим, что здесь действительно хозяйская рука, хозяева довольны этой программой, и мы бы хотели в себя тоже такую программу внедрить. На этих 10 гектарах уже через два года планируется собирать около 8 тонн яблок в сезон, а при нынешних ценах на фрукт – это около 400 тысяч рублей. Плюс ко всему, конечным результатом реализации программы станут и повышение уровня жизни населения республики за счёт создания новых рабочих мест и обеспечения внутреннего рынка качественной плодовой продукции отечественного производства.